Замыкаем переезд. По этой команде сигнал светофора на переезде меняет свет на красный. Тревога ложная. Железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД тестируют автомобилистов на внимание. Рейды проводят еженедельно. Каждый красный свет приносит двух-трех нарушителей. Знаю про проезды, жилья переезда, вы знаете? Когда загорелся красный сигнал светофора, вы должны были остановиться перед светофором. Вы заехали за светофором? Невнимательность водителей. Водители сейчас невнимательные идут. Профилактику проводим, раздаем им карточки напоминания КОАП РФ, чтобы не нарушали. Если водитель проехал по железнодорожным путям или хотя бы остановился за светофором, первый раз штраф составит тысячу рублей. Второе такое же нарушение за год приведет к лишению прав. Меры суровые, но обоснованные. Железнодорожники по всей стране взялись проводить такие рейды после крушения поезда «Белгород-Москва» в апреле этого года. В столкновении с КАМАЗом пострадали десятки людей. Аналогичные эпизоды регулярно происходят в Сахалинской области. Одна из последних аварий произошла на переезде в Гастелло. Случались эпизоды и на въезде в Корсаков. Почему мы выбрали этот переезд? Потому что мы в 2013 году имели в этом переезде дорожное транспортное происшествие с грузовым поездом, со сходом. То есть были последствия. Впрочем, многие водители считают такой подход некорректным. По их мнению, неожиданно включая красный свет прямо перед потоком автомобилей, можно выписывать бесконечное количество штрафов. Но безопаснее переезды вряд ли станут. Поэтому некоторые собираются обжаловать протоколы. За день рейда их составлено более десяти.